Новая дорога и 5 миллиардов рублей могут соединить Кузбасс и Хакасию. Главы регионов заключили торгово-экономическое соглашение. Детские сады подорожали или сколько теперь будет стоить накормить ребёнка? Дети без родителей, для мам без детей. Воспитанники детского дома выступили с концертом в Юргинской женской колонии. Наглость вору-непомощник. В Кемероветрове мужчин пытались ограбить машину рядом со зданием управления городской автоинспекции. В прямом эфире телеканала «Мой город» новости. В студии Татьяна Матвеева. Здравствуйте. Новая дорога может соединить Кузбасс и Хакасию. В этом заинтересованы и те, кто ездит отдыхать на озёра и в Шерегеш, и те, кто планирует развернуть своё дело на новом транспортном участке. Сегодня соглашение о торгово-экономических отношениях заключили губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и глава республики Виктор Зимин. О том, что ещё объединяет наши регионы, кроме общих границ, в нашем материале. Да нет, чтобы благополучно люди жили и воровства, чтобы не было. Отшельница Агафья Лыкова желает добра всем. И тем, на чьей земле живёт, и тем, кто ей помогает. Она – негласный символ объединения Кузбасса и Хакасии. Как и совместная работа двух регионов по крупным антикризисным проектам. Два месяца назад общими усилиями запустили Мундебашскую обогатительную фабрику. А накануне в Хакасии заработали два рододобывающих предприятия, которые обеспечивают сырьём Мундебаш. Мы посчитали с Виктором Михайловичем, мы решили, что люди дороже, нужна стабильность, мир. Тем более требует этого глава государства в то время, когда идёт, ну, надо называть вещи своими динами. Гражданская война в Украине, в Юго-Востоке в Украине, в мире нестабильна. И договорились. Он у себя всё обнулил, лишь бы работали предприятия. И мы практически всё сделали по дну. Ничего не было. Ни налоги, ни на имущество, ни на землю, ни за аренду, ни за что. За месяц фабрика выпускает 100 тысяч тонн железной руды. На предприятие вернулись лучшие сотрудники. Сейчас на производстве заняты более 400 человек. Предприятие стабильно платит налоги и зарплату трудящимся. Сегодня руководители регионов подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Первое с 2000 года. Главы регионов уверены, получится всё. И даже тот проект, о котором очень давно говорят. Современная дорога между Хакасией и Кемеровской областью. Строительство может возобновиться уже в 2015 году. Это 238 километров асфальта, которые стоят 5 миллиардов рублей. Деньги небольшие. Если смотреть в течение года, да, большие. А вот если разбить на 3-4 года, они уже реальны для экономики обоих регионов, получается. Естественно, партнёром должен стать ещё и Российская Федерация. Это должна быть федеральная трасса, соединяющая, представьте, 7 регионов. Это тысячи туристов, десятки тысяч, сотни тысяч туристов поедут по кольцу. Глава республики заверил сегодня журналистов. В строительстве новой дороги, помимо Кузбасса и Хакасии, заинтересованы также Алтайский край, Горный Алтай и Новосибирск, Тыва и Красноярский край. Новый проект соединит трассы М-52 и М-54 и позволит сократить объезд на 500 километров. Кстати, благодаря новой дороге все 7 регионов в следующем году смогут отметить в Мундебаше день железнодорожника. Возможно, что и Агафью Лыкову пригласят. Всё-таки символ объединения. Пускай и неофициальный. Иван Тельтевский, Остап Григориянск, Константин Червяков. Новости моего города. В Алтайском крае состоялась международная научно-практическая конференция по проблемам грузового подвижного состава. Производители железнодорожной техники со всей России, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Литвы и Казахстана познакомились с инновациями алтайских машиностроителей и приняли ряд важных решений. Так, на базе завода «Алтайвагон» появится второй в России скоростной полигон для ходовых испытаний грузовых вагонов. В России всего один испытательный полигон для грузовых вагонов. Расположен он в республике Адыгея. Это несколько тысяч километров от сибирских вагоностроительных заводов. Поэтому Урал и Алтай вынуждены возить свою продукцию на так называемый краш-тест через полстраны. Но уже через год на западносибирской железной дороге должен появиться свой полигон. И задел уже имеется. В Алтайском крае уже работает испытательный центр с уникальным для России оснащением. Его возможности, по мнению экспертов, позволяют создать в этом регионе эксклюзив мирового масштаба. Вы мне подтверждаете, что я обиду нашим американским коллегам не нанес. Но в Колорадо, там где мы были в центре испытаний Ассоциации Американских железных дорог, такого центра, который мы создаем, здесь нет. Здесь было сказано, что он единственный в России, коллеги, он единственный в Европе. Змею доверить, что мы здесь, на площадке в Алтае, на площадке алтайского вагонзавода, создадим, если не лучшую в мире, то лучшую в Европе испытательный центр. Алтайский край был выбран местом встречи производителей железнодорожной техники со всей России и ближнего зарубежья не случайно. Алтайвагон сегодня одно из ведущих в стране предприятий по производству грузовых вагонов. В Рубцовском филиале производят крупные вагонные литьё на итальянской автоматизированной линии. Ей нет аналогов в России. А таких аппаратов, просвечивающих стальные дефекты, в стране всего шесть. Очень приятно то, что кроме технологических вопросов решили вопросы все контроли качества производства. По ходу мы задавали ряд вопросов, получили исчерпывающие ответы, которые успокаивают, что качество здесь обеспечить вполне могут. В Новоалтайске вагоны собирают, в том числе и при помощи роботизированной сварки. Здесь же на полностью автоматизированной линии делают колёсные роликовые пары. Современное оборудование позволяет выпускать оси с нагрузкой в 23 и 25 тонн – то, что сегодня требует рынок. Гостям демонстрируют новый перспективный крытый вагон объёмом 161 кубометр. Завод уже получил крупный заказ на 1200 таких вагонов. И первый из них уже перевозит грузы. Алтайские вагоны по конструкции и по технологии занимают, закарминтовали себя как надёжный подвижной состав, и здесь конструкторская мысль работает. Поэтому очень приятно, что завод развивается, завод строится, завод приобретает новые технологии и коллектив. Сейчас я вижу совершенно на другом уровне, чем был, наверное, лет 6 назад. В ходе конференции участники рассмотрели перспективы вагоностроения вплоть до 2020 года. В частности, обсудили новый технический регламент таможенного союза, вступающий в силу в августе. Вот такая встреча специалистов транспортного машиностроения, когда они собираются все вместе и несколько дней обмениваются мнениями, обмениваются опытом у кого что интересного. Это, конечно, очень полезно вообще для дальнейшего развития машиностроения и для создания безопасного железнодорожного транспорта. Это очень актуально в сегодняшнем времени. Также в Барнауле было подписано соглашение о сотрудничестве между некоммерческим партнерством российских производителей железнодорожной техники и холдинговой компанией СДС МАШ. Таким образом, собственник Алтайвагона подтвердил свои социальные обязательства перед краем. Остап Григорьянск, Синья Гордичук, Станислав Грушевский. Новости моего города. Родители, которые отдали своих детей в детские сады города Кемерово, будут платить в среднем на 600 рублей больше. Такая информация появилась в начале недели в социальных сетях. Кемеровчане обратились к нам в горячую линию, и вот что удалось выяснить в нашей съемочной группе. Стоп, остановка Стучанкина. Социальные сети еще в начале недели написали об увеличении оплаты за детские сады. Один из кемеровских микроблогеров столкнулся с этим в День защиты детей 1 июня. Даже подсчитал, на 40% мамы и папы будут платить больше. Правда, видимо, только для него это стало неожиданностью. Ну, я таких людей не знаю. Единственное, могу предположить, что совсем надо не интересоваться тем, что происходит в мире детских садов, скажем так. Что строится же все это новое, все это развивается. Все равно интересуемся. То есть мы еще в преддверии следующего ребенка уже интересно, где и что. Мария готовится еще раз стать мамой. Со старшей дочерью уже третий год ходит в этот детский сад. О том, что могут увеличить оплату, начала догадываться несколько месяцев назад, когда эту проблему стали обсуждать на сайтах для мам. А официально узнала на прошлой неделе. Руководство «Гнездышко» не скрывало намерений. На совещаниях об этом разговоры велись давно, что повышение родительской платы будет и будет обязательно. Просто не знали, когда это именно и в какой месяц это будет. Но то, что будет это повышение, мы знали еще с весны этого года. С 1 июня в этом детском садике один месяц стоит 1900 рублей на каждого ребенка. Наша «Гнездышко» первой категории, смеются сотрудники. Индивидуальный подход к ребенку и пятиразовое питание. Плюс идеальная чистота. В таких учреждениях стоимость пребывания ребенка увеличилась на 600 рублей. В администрации города это объяснили просто. Выросли цены на продукты питания. В связи с тем, что 4 года родительская плата не поднималась, за этот период произошло значительное повышение цен на продукты питания, а именно на 48%. Кроме того, повышена была на 40% примерно заработная плата педагогов дошкольных образовательных учреждений. А учитывая то, что основные доходы от родительской платы поступали прежде всего на организацию питания детей, а именно 96% доходов поступали на питание детей, была необходимость в связи с повышением цен на продукты питания поднять все-таки родительскую плату. В Кемерове 170 детских садов. Об этом официально заявлено на сайте администрации города. И теперь родители более 26,5 тысяч лебетишек по сравнению с маем этого года приносят дошкольные учреждения дополнительный доход в размере минимум 13 миллионов рублей. И это только за один месяц. Аркадий Кемеев, Остап Григорянц, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Сегодня в Кемерове состоялось сразу два губернаторских приема. Свои профессиональные праздники отметили специалисты сферы соцзащиты и легкой промышленности. Около 120 социальных работников получили ордена, медали и целевые премии. Отдельно до начала приема губернатор Роман Тулеев вручил высокие областные награды семерым работникам системы социальной защиты населения. Лучшие работники легкой промышленности также получили награды за итоги года. Как заявил заместитель начальника департамента промышленности Юрий Ударцев, отрасль стабилизировалась, несмотря на кризис прошлого года. И по объемам производства не уступает к 2012 году. Если говорить о объеме производства, она все-таки относится к специальной одежде. Наиболее востребованной, ну и понятно, специальную одежду не везут из Турции или Китая. Пошивается она в основном здесь, на месте, в России. Поэтому она сориентирована больше на это. Хотя мы прекрасно умеем, вот сегодня, мы последние годы осваиваем производство школьной форменной одежды. То есть разрабатываем модели современные, то есть работают наши дизайнеры. То есть вот эта ниша как бы сегодня пока не захвачена в полном объеме импортом. Продолжение следует...